Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, давайте коротко подведем итоги стрима разработчиков. Первое, что стоит отметить, у нас появится с вами Хейнза. Это первый аниме-персонаж мужского пола, являющийся каталистом. До этого такого не было. Также у него интересная боевка в плане рук и ног. Возможно, мы в дальнейшем увидим новую линейку персонажей подобного плана. У нас появится с вами история Кадзухи. Также мы там с вами сделаем себе четырехзвездочный меч. Он у нас будет на АТК. Он будет бесплатный. Также по сюжету у нас с вами будет интересный контент, посвященный сказочной такой формации, тематике. Там у нас будет с вами Мона, Фишель, также Синьянь. И это будет такой интересный достаточно сюжет. Территориальный контент у нас будет, как и в том году, острова. Достаточно большие, интересные в плане контента. Ну и Примагемов, если вспомнить тот год, было достаточно неплохо. Особенно при условии того, что скоро у нас выйдет с вами новая линейка персонажей. Будет прикольно подкопить как раз себе на Дендра Архонта. Что же касается с вами баннеров. У нас с вами будет первый баннер. Это Кли и Кадзуха. Там же будет и Хэнза. Второй баннер у нас с вами будет с Юмии. Что же касается оружейного баннера. То в первом баннере у нас будет сигнатурка для Кадзухи. И книжка на Шанс Крита для Кли. А для второго баннера у нас с вами будет лук на Крит урон для Юмии. В плане территориального контента, конечно, будут всевозможные загадки. Что касается всяких событий, вот одно из них перед вами. В том году было подобное событие. Просто кататься на такой лодке и собирать благополучно себе всевозможные монетки. Следующее событие у нас будет что-то вроде такой арены. Также у нас, кстати, будут снова ракушки. Только чуть и нового формата. В том году мы их прослушивали. Тут, как вы видите, можно будет просмотреть или что-то вроде этого. Можно будет побегать, пособирать опять же монетки. Ну, в какой раз уже. Также появятся события, связанные у нас с вами со всякими шестеренками. Будем с вами играть благополучно в Часовика. Или как-то так. В общем, событий будет 5-6. В целом, достаточно насыщенный будет патч. Правда, как всегда, первую неделю. Также стоит отметить, что у нас будет бесплатный с вами скин на Фишель. И нам дадут эту Фишель. Также будет скин на Делюка. И он будет уже платный. А после того, как у нас с вами закончится патч 2.8, он будет самым дорогим скином на персонажей. А знаете почему? Все очень просто. Дело в том, что он имеет иную анимацию. В общем, как я и говорил, достаточно коротко и емко рассказал вам о предстоящем патче. Он у нас закончится где-то в районе конца августа. Будем ждать 13 июля. Напомню, он стартует. На этом это все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте, у меня есть Трово. Подписывайтесь туда. На Телеграмм там последние новости. Ну и не забывайте, конечно же, подписывайтесь на YouTube. Увидимся с вами. Пока-пока.